всех приветствую себя на канале сегодня решила выйти в эфир немножечко поговорить с вами рассказать все-таки чем-то я занималась все это время поздравить вас со всеми прошедшими праздниками лучше поздно чем никогда правильно поздравляю вас с наступившим новым годом рождеством крещением желаю вам очень-очень крепкого здоровья чтобы все было хорошо чтобы этот год был не хуже чем прежний вот чтобы в общем все у нас было и у вас готовых работ вообще очень мало можно сказать что 2 1 большая работа вот она перед вами на мне и 2 это маленькая всего лишь шапка которую я даже не буду показывать на себе и только вставлю фотографии наверно в конце видео вот это у меня как вы видите лапа пейса которую я ввязала в первый раз ну хотя конечно джемпера и свитера на круглой кокетке я вязала уже много раз но вот конкретно чтобы жаккарт по кругу по кокетке я еще ни разу не вязала здесь просто мне почему-то захотелось это буквально и начала и буквально перед новогодними праздниками числа 28 и закончила уже 4 января очень быстро связался прямо на одном дыхании очень-очень хотелось потому что мне иметь два подписи не использовал никакой высшей математики никаких-то там мудреных расчетов просто села взяла спицы посмотрела на схему увидела там сколько петель в рапорте набрала на спицы такое количество рапортов чтобы у меня пролезала голова и начала вязание дальше вот использовала идея для вязания пряжи расказовского производства ангора но она как бы здесь не стопроцентная конечно город здесь 80 процентов анголы 20 процентов акрила я уже вязала этой пряжи но конечно не не использовала ее для вязания свитеров вязала варежки шапку связала но шапками конечно не понравилось и зала бактусы то что шапку могу я такую носить у меня очень сильно чесались уши здесь вот такой цвет мокрого асфальта как бы триллевый такой эффект попадаются такие крапушки но я сначала думала что они не прочные будут отваливаться но ничего тем не менее вот везде они как бы нормально себя ведут и пока что еще ничего не отвалилось после стирки тоже они все остались на месте а второй цвет вот такой белый обычный такой ну он как бы немножко в молоко уходит такой цвет приятный конечно немного пока вот эта пряжа для кого-то это совершенно невыносимая колкость для меня нормально я даже сейчас без футболки без рубашки эту этот свитер на себя дело и расход у нее очень хороший вот заказывала 700 грамм меня ушло наверно может быть 350 400 грамм только на эту на этот свитер а вот остальное вот все перед вами вязала я в две ниточки клубочки сматывала на моталке и вязала из центра и из из края в общем из одного кубочка две ниточки у меня ушло три моточка белых и полтора на точка ой вернее три моточка черных и полтора на точка белых спицы номер два но я вижу немного так слабовато поэтому я взяла такие спицы вот нашу уже полторы недели даже больше на неделе две недели уже ношу и вот немножко вытянулись локотки чуть-чуть буквально вот я думаю что после стирки все как бы опять в норму не косила я хочу вам сказать у меня это пряжа в этот раз хотя она косит я знаю да и после стирки ну вообще никак не поменялось вот но это изделие есть на что вы час когда вот я ношу у кого были длинные немножечко как бы они как усохли немножко как подсели чуть-чуть еще фотографии вставлю покажу вам как она смотрится там спереди там со спинки сбоку вот тут сейчас не буду ставить потому что неудобно камеру перемещать мне вот ну в общем то вот все это мы все это время я занималась созданием вописы вот потом я не отфотографировала потом я связала шапку которую вам покажу в конце видео вставлю фотографию вот и в общем то принципе вязание как бы у меня все более подробно по вязанию как бы этого свитера я вам потом переключусь на другое место на столе разложу и расскажу как кратко просто словесным описанием как и вязала потому что никаких мастер классов я не снимала в принципе у меня сейчас такие просмотры на канале что я даже не вижу никакого смысла снимать какие-то мастер-класс просто не смотрят ничего не за может я не умею как сказать писать эти хэштеги и в общем как что-то неправильно делаю в общем просмотров очень мало поэтому как-то мне не очень хочется трать свое время она мастер-классы тратится огромное количество времени как-то вот кратенько вот так вот если конечно будет желающие то естественно что я могу снять видео но это будет вещь например детская потому что как бы на взрослую вещь мастер-класс занимать у меня несколько времени подробные особенные пошаговые вот и еще последнее время очень много смотрю видео по шитью по вышиванию по вышивке вот ну в общем то такие разные видео и очень давно я хотела шить себе сумки для похода в магазин знаете что весь мир уже отказывается от пластика давным-давно вот и я тоже не люблю когда эти пакеты все везде стараюсь их вообще не покупать в магазине либо использовать повторно либо вот ходить сумочкой вот прошлом году еще я покупала ткань которая называется рогожка она вот так вот выглядит такой в таком как бы скаферка стиле включаются из нее такие вещи и и кстати они хорошо использовала для фотофона они отлично получаются фотографии вот и я сшила себе вот таких сумочек вот эту сумочку я подарю кстати вот классная идея мне пришла в голову что такую сумочку можно кому-то задарить на 8 марта например здесь вот этот рисунок сделан при помощи трафаретов которые я делала из гофрокартона взяла просто нашла в интернете понравившиеся картинки с монитора прям перерисовала на листок бумажки потом перевела это все на гофрокартон вырезала и нанесла акриловые краски по текстиль специальный купила три всего цвета вот коралловые зеленый желтый но вариации могут быть абсолютно разные их может быть очень много вот эта сумочка мне очень понравилась я ее подарю на 8 марта но я знаю что человек видео мои не смотрит поэтому я могу спокойно показывать вот и там еще кое-что есть конечно в этой сумочке ну это же не буду показывать в общем вот мне очень понравилось я себе на новый год такую сумочку сшила но правда здесь краски я взяла неправильное здесь у меня краски мне сказали что для шелка они якобы тоже подходят для хлопка ничего подобного на хлопке это все немножко так расплывалась вот такую сумочку я себе еще делала перед новым годом она у меня постоянно сложена поэтому такие заломы есть я ее все время использую очень кстати удобно ну и как идея для подарка да совсем даже неплохая но естественно что должно быть все это аккуратно и красиво выполнено тут и даже какую-то пятно уже посажено у меня и еще у меня такая одна сумочка тоже но я ее не взяла в общем вот творила сумки ну конечно это недолго сделать но это же надо еще придумать захотеть да правильно вот и вот это вот все все что я здесь на рукотворила и вот это вот единственное что у меня есть показать вам и дальше скорее всего я вам вставлю видео как я в общем будет описание словесное как я вязала свой свитер лопопейса кому интересно присоединяйтесь смотрите видео дальше еще постараюсь ставить фотографии не забыть ставить фотографии и в конце видео также схему к свитеру тоже будет вставлена и так начну свой рассказ как я вязала этот свитер начала я его самым обычным набором но здесь это в принципе можно как угодно набирать хоть и хоть каким набором главное сосчитать то количество петель которое вам понадобится для того чтобы у вас пролезала голова здесь раппорт узора и чтобы еще чтобы у вас поместилось четное количество раппортов вот у меня здесь раппорт узора составил 7 петель в самом начале всем петель рапортов у меня здесь 20 именно такое количество нужно мне чтобы пролезла голова и чтобы разместился узор получается в общем 140 петель я набрала резиночка у меня здесь два на два две лицевые две изнаночные я связала горловину которая мне нужна которая не устраивала но это здесь можно любую связать хоть маленькую хоть большой мне нужно было именно такую чтоб не одевать шарф вот далее я начала делать уже прибавки в общем сначала после резиночки я провязала три или четыре да просто лицевыми петлями и начала уже по схеме к там где идет прибавка начала прибавлять из двух из одной петли вязала две в общем из передней стеночки одну потом из задней стеночки одну и в тех местах где схеме обозначены прибавки я сделала прибавки далее я все вязала по схеме строго вот как там нарисовано так я и вязала здесь жаккард с протяжками вот так вот выглядит изнаночная сторона кстати сейчас очень модные такие свитера где декором является именно вот изнаночная сторона жаккарда так что можно носить на обе стороны да кому если захочется вот и вязала я кокетку вот строго по схеме как там нарисовано в общем все вязала никаких в общем жаккард я использовал имя с протяжками ну я думаю что по вязанию жаккарда не надо делать видео очень много видео в интернете вот главное понять принцип что здесь нужно вязать вот строго по схеме не считать смотреть внимательно и что там нарисована то и делать никакой отсебятины в общем кокетку я здесь вот связала потом я на себя примерила достаточно ли мне такого количества сантиметров мне достаточно было если вам недостаточно допустим можно связать лицевой лицевой гладью еще какое-то количество или пустить какой-то простой узорчик вот то есть плечах то мне уже ширина нормальная получилось и как бы если бы я захотела я могла бы еще например продолжить чтобы какая-то удлиненная линия у меня была кокетки плести какой-то простой узор тоже можно взять любой узор абсолютно и сюда использовать ну я вот конкретно уложилась в ту длину и плотность моей моего вязания тоже как бы попала в эту длину кокетки и ширина в плечах у меня тоже устраивала поэтому я дальше началась начало уже разделение полотна на рукава спинку и перед вот здесь у меня по спинке 6 рапортов вернее 6 вот этих вот полных рапортов еще по половинке вот здесь вот у меня занято это у меня на спинку то есть получается вот этих рапортов 6 вот этих листиков 6 и по половинке вот этих галочек это на спинку по спинке дальше я провязала росток азиатский то есть просто я провязала 5 сантиметров лицевой глади вот здесь вот на спинке вот далее я набрала подрезы и перешла на вязание переда по переду у меня тоже здесь 6 раппортов листиков и по половинке вот этой галочки все остальное что у меня остается это у меня на рукава то есть на рукавах получается у меня по четыре с половиной также в общем 4 листика и по половинке галочки также точно получилось вот но я еще да я еще кстати здесь не сказала когда связала кокетку вот этот жакат у меня еще несколько рядов получилось лицевой просто глади хотя нет это я неправильно вам говорю это я провязала после ростка еще немного белой пряжи вот что это у меня нету я уже даже сама не помню как я его вязала этот свитер вот в общем набрала я подрезы как понять сколько нам петель нужно на подрезы набирать вот это количество петель это количество петель которая у нас идет от этой галочки вот до этой галочки это у нас уже как бы есть да вот нужно смирить свою руку сантиметром в самой широкой части определить ее объем сантиметрах вот дальше господи в общем определить объем сантиметрах и и а потом измерить какое количество сантиметров у нас будет от этой галочки до той это у нас и и есть уже это количество сантиметров в общем из нужного вычесть это это количество и у нас получится только ли Education в сантиметр в которой нам не достает добрать для этого нужно еще определить плотной связания вот прямо здесь по полотну можно измерить ли не чко сколько петель в одном сантиметре и тот остаток сантиметров которых у нас необходимо умножить на эту плотность вязания и мы поймем какое количество петель нужно набрать на подрез а также можно это сделать просто при помощи научного тыка набрать какое-то количество петель с одной стороны и с другой и сразу же примерить если у вас все вас устраивает то вы можете продолжать вязание и все будет хорошо вот здесь если у вас получается например нечетное количество рапортов да вот здесь вот на на вашей кокетке то можно например на спинку меньше рапортов рапортов оставить она перед побольше вот чтобы у вас здесь все сходилось вот когда я разделила в общем на спинку перед рукава я просто продолжила вязание по кругу лицевой гладью на ту длину которая мне нужна дальше я вот резиночку связала два на два низ я уже связала таким роликом просто несколько рядов лицевой глади он вот так вот закручивается все потому что я не хотела здесь вот этих вот чтобы у меня было видно что просто закрыт край ну мне как-то не нравится знаете от старых немецких журналах sandra вот очень популярно вот именно вот так вот они заканчивали изделия мне вот точно также захотелось смотрится в принципе неплохо вот то же самое у меня здесь на рукавах я потом когда набрала уже тело свитера связала резинку я уже потом набирала рукава просто по кругу в каждую петельку я набрала петлю продолжила дальше но здесь у меня есть и есть правда убавки но тут уже интервал убавок у каждого будет свой индивидуально кто-то любит широкие рукава кто-то не любит у меня здесь сначала в каждом два раза в двадцатом ряду я сделала убавку посередине у меня связано вместе 3 петли потом я начала делать в каждом десятом ряду сейчас скажу сколько получилось 1 2 3 4 5 6 7 раз а дальше прямо и уже потом я перешла на резиночку и и рукавчик убавился в общем но интервал прибавок здесь нужно индивидуально подбирать вот принципе как я поняла это вообще совершенно не сложное изделие это кокетка жаккардовая очень просто вяжется если найти хорошие схемы то все очень просто и легко без всякой высшей математики без всяких там премудростей которые иногда рассказывают в общем которые иногда рассказывают ну вот я надеюсь что я хоть немножко была полезной интересной всем огромное спасибо за внимание до новых встреч на моем канале подписывайтесь если вам было интересно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе всех событий на моем канале всем пока пока с вами была елена